сейчас обращаюсь к мужчинам если вы хотите долго жить то сделайте как-то так чтобы ваша жена вас любила потому что если вы сделаете что-то за что она будет тебя ненавидеть то это сократит твою жизнь лет на 20 точно бывают пары семейные где произошла неприятная ситуация где измены и человек изменил и он пожалел она узнала конечно и там или вот какой-то вот такой процесс идет она его любит но она говорит я попробую тебя простить там и так далее но 98 процентов женщин по моим субъективным ощущениям не могут простить мужчину у нее будет внутренняя ненависть к тебе и она будет делать все что тебе было неудобно она будет тебя контролировать кричать каждый раз она будет злиться атмосфера в доме будет очень плохая мое понимание и видение того что если ты хочешь дольше жить лучше развестись и создать еще две семьи то есть жена чтобы создала и ты или дали друг другу шанс сделать что-то по-другому в долгу и для детей для вас будет лучше почему потому что детям важно чтобы родители вы хотя бы один из родителей был счастлив и вы должны дать этот шанс потому что особенный человек который инициирует развод должен взять на себя обязательство что в следующем браке он будет счастлив и тогда этот развод он целесообразен если ты думаешь что но вряд ли еще там будет у меня семья то лучше сохранить брак если это возможно в одиночестве мужчина одинокий мужчина вот он развелся там допустим спотнулся изменил случайно вонзился и она узнала один вариант он живет с ней меньше и другой вариант он живет один как отшельник я старый солдат и не знаю слов о любви он проживет лет на 10 больше чем если бы он жил в браке знаете в чем ловушка если ты жил с любимой женщиной которая тебя любит то проживешь на 20 лет больше чем ты проживешь с нелюбимой женщины то есть если ты хочешь продлить свою жизнь не обижать у женщину которая рядом выстроить взаимоотношения так чтобы она тебя любила ты любил ее и тогда ты проживешь столько сколько ты можешь максимально счастливые люди живут дольше сделай счастливым себя того человека который рядом с тобой любой в браке это ежедневный выбор что ты выбираешь этого человека еще раз каждое утро выбираешь с этим человеком жить еще один день несмотря на все его недостатки что там где-то некомфортно где-то неудобно я выбираю тебя еще на день для чего нужен брак или человек который рядом чтобы рядом был с тобой каждому из нас нужен свидетель твоей жизни человек который ведет мини летопись тебя и только он понимает где тебе было тяжело где легко и только он знает какой ты ну по настоятельному кто ты вообще и нам всем такой человек нужен я думаю что такие брак еще пригодятся там когда мы вознесемся и за это еще там флешбеки прилетят что должен делать партнер все начинается с тебя самого не нужно ничего ждать от партнера то чего тебе не хватает создавать не хватает внимание создавай внимание не хватает любви создавая любовь не хватает нежность создай нежность ты сам создаешь то что тебя окружает и ты точно можешь повлиять на того человека который рядом с тобой